всем привет приехал мне вот такой hg проектор ну точнее он приехал немножко ранее обзор вы уже смотрите спустя какое-то время дело в том что изначально проектор мне приехал немножко с другим комплектом все что сейчас видите на своих экранах это стандартная комплектация этого проектора ну так это у меня было изначально только пульт немножко другой не то что я показывал в распаковке распаковки вы видели вот такой пульт он к сожалению не подошел точнее там работали кнопки влево вправо вверх вниз это немножко хаотично все остальные кнопки не работали то есть это от другого проектора где-то просто перепутали случайно я об этом сказал продавцу он сразу извинился и отправил нормальный пульт и в качестве компенсации отправившего такой эжимой кабель 5-метровый что тоже довольно неплохо кстати очень даже неплохой кабель толстый приехал вот такой упаковки типа брендовые и пульт обновили этот пульт уже работает нормально все функции выполняются в основном стандартной кнопки которые есть в hd проекторов питается пульт от двух батареек типа 3а в комплекте батарейки не идут докупайте отдельно в комплекте также двое 3d очков для анаглиф 3d но такой уже наверно никто не смотрит аудио-видео кабель с одной стороны 35 другой стороны 3 тюльпана дальше силовой кабель силовой кабель обычный такой простой двойной инструкция довольно толстая на английском языке вот такая твердая инструкция прям вообще хорошее качество упаковка упаковку вы видели в распаковке и сам проектор давайте еще раз так покажу коротко кто не видел распаковку как выглядит этот проектор довольно симпатично кстати смотрится текстурно на верхней части сразу нас есть регулировка фокуса и кейстон кейстон регулирует вертикальную трапецию плюс-минус 15 градусов кнопки управления включить выключить менюшка кнопка переключения между разъемами кнопка назад ну и управление вверх-вниз слева права окей на передней стороне здесь необычная такая вот штука ну бренд указан вивисинк я его покупал также крышка вот такая необычная потому что она открывается вот таким способом это хорошо принципе что есть такая штука потому что некоторые проекторы вообще крышки не ставят из-за чего потом лиза сильно пыли преподает здесь инфракрасный порт находится на боковой стороне решетка вентиляции откуда выдувает теплый воздух здесь находится радиатор который охлаждает светодиод на задней стороне несколько разъемов это разъем vga 1 gmi разъем аудио-видеоразъем для наушников 1 2 usb разъема и здесь находятся динамик еще на одной стороне здесь просто вентиляция для блока питания здесь блок питания встроенный стоит здесь находится разъем под силовой кабель и все на нижней стороне 4 прорезиненные ножички такие вот отверстия для того чтобы можно прикрутить какой-нибудь кронштейн подвесить примеру к потолку или поставить на штатив также сюда можно вкрутить ножка которая регулирует высоту проектора и больше здесь ничего нет что есть так коротко пройдемся по характеристикам и переключимся на экран этот проектор бывает трех версий т7 мультимедиа в то есть обычный такой мультимедийный проектор без поддержки c3 также версия т7 плюс это с беспроводным подключением того же смартфона планшета примеру по вай фай и версия т7 pro это тоже самое беспроводное подсоединение только уже с установленным ютюбом яркость в этом проекторе заявлено 300 ансилюмен контрастность указано 1000 к одному родное разрешение проектора 1280 на 720 пикселей с поддержкой full hd то есть 1080p но давайте более подробно все это мы посмотрим на экране как он работает что себя представляет и в конце подойдем итоги и так включил этот проектор вот так выглядит его рабочий стол главный экран этого проектора кстати проектор у меня стоит сейчас на расстоянии 3 метра 10 сантиметров от экрана экран получается у меня шириной 2 метра 40 сантиметров высотой 1 метр 35 сантиметров а камера стоит у меня в 10 сантиметрах от самого проектора наверное вам будет даже слышно как гудит проектор потому что здесь работают вентиляторы охлаждают светодиод по поводу менюшки как видите сами здесь только несколько ярлыков можно выбирать то есть это фильмы музыка фото текст ну и айрплей еще дополнительно здесь нет ярлыков для того чтобы можно было заходить в настройки через менюшку настройки можно заходить только через пульт или через кнопки на самом проекторе но давайте по порядку айрплей функция здесь имеется давайте сейчас включу то есть здесь можно настраивать точнее подключать смартфон планшетом или ноутбук примеру без проводов по вай фай что очень удобно но только для ios то есть для android систем здесь не предусмотрено android смартфон примеру когда подключаете проектор находит но не сопрягается к сожалению для того чтобы выйти нужно нажать домик и выбрать примеру что вы хотите включить то есть через какой разъем подключаетесь там или через hdmi пример компьютеру там и биджей я вот сейчас выбрал usb то есть у меня через usb пока что подключено было по менюшке давайте сразу по менюшке начнем что здесь есть режим изображения но здесь можно настраивать как и мягкий медиум пользовательский пользовательский здесь все можно настроить здесь кстати все по 50 что хорошо можно в любую сторону регулировать некоторые бывают проекторы которые уже поднастроены даже пользовательские идут уже сразу с какого-то какой-то конкретной шкалы так вышел случайно ну мягкий пользовательский динамический и все дальше все повтор пошло дальше ну нет давайте обратно вернем пусть будет медиум все посередине цвета medium warm пользовательский тоже все по 50 контраст и вот так в общем я надеюсь вам видно надеюсь что не засвечена на камеру получается пусть будет пользовательский потом давайте здесь нет авто здесь можно выбирать или 4 3 или 16 9 но пусть будет 16 9 к сожалению здесь авто нет к сожалению менюшка не вся переводится приходится читать как есть я не сильный знаток английский так что извините ну можно выбирать это я так понял шум картинки ну пусть будет пусть бы посередине как было и вижу можно регулировать зум проектора то есть пока что сто процентов но она сейчас не видно нужно что-то включить какое-то видео там или фото тогда будет видно потом еще включим посмотрим насколько она уменьшается до 75 процентов дальше можно переворачивать картинку проектора в зависимости где у вас проектор находится то ли на потолке то ли там за экраном в общем положение проектора тоже регулируется потом здесь больше ничего нет переходим в следующую вкладку музыка сонт стандарт музык music movie спорт и пользовательский пусть будет стандарт баланс регулировать авто авто настройка звука то есть будет автоматически подбирать но там где-то тихо сразу потом нормально ну чтобы сразу не кричала где-то и бывает канал и переключайте например в телевизоре сразу сразу орёт так дальше дальше таймер ночной тары таймер имеется максимально 240 минут можно настраивать выключение проектора через 240 минут и настройки настройки языка русский в том числе имеется но не будем переключать пусть будет восстановление до стандартных настроек до заводских не будем на то все тоже трогать и обновление прошивки через usb больше здесь ничего нет ладно выходим по настройкам здесь все больше ничего ну и так же посмотрим на видео как работает видео на этом проекторе сразу хотел бы отметить что здесь нет а c3 звука сожалению но если подключаете примеру через компьютер примеру то будет все кодеки поддерживать там или через ноутбук через другое какое-то устройство вот а через сам проектор то есть в самом плеере проектора а c3 не поддерживается к сожалению ну смотрите сами по цветам цвета вроде бы хорошая более-менее не сильно ядовитые и яркость здесь довольно хорошая кстати черный неплохой не засвеченный не самый глубокий но неплохой это очень неплохой в принципе черный а Субтитры сделал DimaTorzok Ну по цветам в общем смотрите сами Я там потом покажу по фото более подробней Как в игре цвета Но это на любителя можно сказать сразу Давайте перейдем к следующему видео пока что Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Да, я еще хотел показать как работает зум То есть заходите в менюшку Когда включено какое-то видео К примеру, выбираете зум И давайте будем уменьшать картинку Давайте сразу поменьше ее возьмем Давайте сразу с другой стороны Здесь максимум до 75% можно уменьшить Вот, сразу 75% То есть картинка уменьшена, но при этом менюшка где-то чуть залазит за экран Даже если вы где-то поставите проектор Ну где-то у вас просто стоит проектор Не уменьшается у вас на экран картинка Вы ее уменьшите, чтобы вылезала на экран То менюшка будет залазить за рамки экрана Это немножко неудобно Хотя там в большинство так делает проектор Не знаю почему Но зум здесь имеется Это хорошо сразу Давайте обратно его поставим в сотню Да, сотня Теперь давайте еще проверим Как работает звук на этом проекторе То есть динамики Давайте включим какую-нибудь музычку Сделаем максимальный звук Сделаем максимальный звук Ну я думаю вам понятно Звук здесь довольно громкий Кстати очень даже громкий Для такого проектора Играет он довольно басисто Но основной звук приходится С задней стороны проектора То есть он в ту сторону больше играет Ну в принципе везде слышно нормально Также можете послушать Как работает вентилятор проектора То есть насколько он гудит Я думаю вам тоже чуть слышно Можно сказать где-то посередине Ну то есть он не самый громкий Потому что у меня были и погромче проекторы И не самый тихий Он где-то средний Возможно даже сказать чуть более среднего гудит Чем большинство проекторов И посмотрим еще на фото Давайте посмотрим Насколько Какая картинка отличается Какой цвета У этого проектора Субтитры сделал DimaTorzok Кстати десятый текст можно прочитать Восьмой текст уже сложно прочитать Но еще видно Шестой то вообще не видно Восьмой еле-еле Но это если хорошее зрение иметь Десятый еще можно прочитать Более-менее Десятый еще можно прочитать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Четко здесь хорошее В принципе таких размытий никаких не вижу Вроде все хорошо показывает Но сейчас мы еще переключимся на компьютер Покажу еще Как работает с веб-страничками То есть можно ли прочитать текст В любой стороне Вот еще пример с текстом Я только что переподключил проектор с компьютером И включил свой веб-сайт Ну точнее свою страничку своего канала К примеру Вот смотрите как читается текст Практически везде одинаково Даже с левой стороны Видно нормально Вот эти вот все ярлычки Все подписано То есть за размытий Нигде нет Читается все хорошо С четкостью здесь проблем вообще никаких нет Ладно выходим ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И еще хотел показать Как работает этот проектор При включенном свете Давайте я сейчас буду постепенно включать свет И сами будете смотреть Насколько меняется картинка Вот включил я Одну лампочку на люстре Включил полностью всю люстру Включил весь свет Который у меня есть сейчас в комнате ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И сейчас еще открою шторку Запущу еще дневной свет Посмотрим разницу Теперь полный свет запущен Ну точнее включен При этом что-то еще более-менее видно Не знаю насчет презентации Вряд ли он может подойти Ну хотя смотря что показывать И насколько близко свет к экрану Как видите у меня сейчас Вот точки Люстра Дневной свет Вот еще сам проектор Работает И при этом свет еще Точнее изображение Еще можно рассмотреть какой-то Ладно я думаю На этом достаточно Будем выключаться Итак друзья Подойдем итоги Яркость здесь хоть и заявлена 300 инсилюмен Но как по мне яркости Немного не хватало Особенно в белом Черный здесь еще неплохой А вот белого по яркости Хотелось бы больше Цвета бы заодно тоже Стали бы немножко ярче А то какие-то мрачноватые Как по мне показалось Ну в принципе так вот еще неплохо Не увидел таких проблем Как в некоторых проекторах Иногда бывает Например красный уходит в малиновый Или лица сильно краснят Ядовитых цветов здесь точно нет Особенно если вы ставите Проектор где-то подальше Экран у вас получается побольше Яркости будет поменьше Желательно ставить проектор Не дальше трех метров Лучше вообще где-то на метра два И картинка получится Чуть-чуть поярче даже К сожалению AC3 звука здесь тоже нет По поводу игр Вы в принципе сами увидели Все на экране Я особого дискомфорта В принципе не ощутил То есть играть можно Я не скажу что это Прям игровой проектор Но для игр в принципе Тоже можно использовать Динамик у проектора Тоже неплохой Конечно не супер звук Но и не репит И не дребезжит Как у некоторых проекторов При этом громкость очень высокая Его актуальную цену Вы узнаете по ссылке под видео Я вам там оставлю ссылочку Где я его покупал Вариант в принципе неплохой Я надеюсь мое видео Было кому-то полезным На этом тогда будем прощаться До скорых встреч Подписывайтесь Как обычно ставьте пальцы вверх Пока Пока